Михаил Иванович, еще раз доброе утро. Доброе утро. Вот вы скажите, пожалуйста, про свою борьбу с Министерством здравоохранения города Москвы, про которую я прочитал в фейсбуке, не только в фейсбуке, уже газета РУ, по-моему, все перепечатали. Чем это все кончилось? В общем-то, ничем не кончилось. И когда некоторые СМИ перепечатали, естественно, с купюрами мой пост в фейсбуке, то даже, по-моему, из управления здравоохранения Москвы сказали так, извините, проблемы не имеют системного характера. Ну, то есть, имели в виду, что это исключительная проблема. Ну, ну, что, привычный ответ, привычные претензии. Хорошо. Погрязли, короче, вранье. Вот вы скажите, пожалуйста, вот у вас на странице в фейсбуке, я все время смотрю там, ну, просто интересно, вот и там критикуют различных аналитиков. И просто я прочел там, Мовчан имеет экономическое образование, Миркин писатель, не экономист, Углазин в голове каша. А вот кого по нефти слушать, кроме вас и аналитиков, видишь, Петролиума, которого вы хвалите? Ну, я даже не знаю. Я не люблю критиковать тех, кто занимается тем же самым. Лучше я свое дело буду делать, так как считаю нужным. И поэтому как-то другие люди могут судить. Но из хороших аналитиков, я думаю, что это вот аналитики энергетического центра Всколково, вот под руководством Тани Митровой, Татьяны Алексеевны Митровой, вот они очень толково работают и толково анализируют ситуацию. Ну, есть еще не экономисты, а аналитики нефтегазовых секторов, которые этим очень даже неплохо занимаются. Вот аналитики одной из компаний, я не хочу рекламировать или наоборот, сказали, что самые лучшие инвесткомпании на второй квартал, нефтяные, простите, о другом думал, Татнефть, Новотек и Транснефть. Вот как вы считаете, такой взгляд вообще, именно тройка золотая, Татнефть, Новотек и Транснефть? Ну, я думаю, что поторопились с Татнефтью, поскольку у нее есть некоторые проблемы. Ну, в частности, вообще в Татарстане у нас, мы видим, передел собственности, и у местной элиты Татарстана отбирают контроль над некоторыми нефтегазовыми активами. По поводу Транснефти вообще ничего сказать нельзя, поскольку это, ну, мягко говоря, очень устойчивая компания, и она как-то ни в одну сторону не движется. Там, где полный контроль государства, 75%, и в принципе, а что там особо контролировать-то? Ну, есть какие-то тарифы, которые определяются централизованно, есть крупных строек каких-то инвестиционных, какие были, Балтийская трубопроводная система, у них сейчас нет никаких. В принципе, устойчивая компания, я не вижу возможности большого роста для ее акций. А что касается Новотека, то да, у них огромный административный ресурс, это первое. Второе, они, в принципе, во всех проектах, в которых участвуют, ведут себя очень грамотно. У них хорошая, ну, это, во-первых, не русская компания. Это компания, которая зарегистрирована в России, но у нее много иностранных партнеров, совладельцев и так далее. И потом она работает еще и в составе международных консорциумов, то есть вот Ямал-СПГ, Арктик-СПГ-2, дальше будут Арктик-СПГ, это все международные консорциумы. И даже на Балтике они прекрасно понимают ограниченность рынка, они сделали там небольшой завод по сжижению газа, этим дело все ограничилось. Они не полезли в какие-то грандиозные, раздутые по политическим причинам проекты, но, в принципе, они работают очень грамотно, приносят прибыли. И эта компания, ну, по-всякому можно относиться, с политической точки зрения и так далее, но это компания, которая показалась себя с хорошей стороны. Понятно. Переходим к нефти. Вот я все время, у меня рука тянется кнопочки «Продать», контракт сейчас на московской бирже 59-24 в момент нашего разговора, но все время я себя удерживаю. Вы знаете почему? Когда вышла новость, что страшная вспышка заболеваемости в Индии и спрос на нефтепродукты упадет на 7%, рынок очень быстро ее переварил. Он не стал рынком медведей. После этого чего-то мне стало страшно, я понял, что-то опасно шортить, опасно. Ну, я думаю, что бычий рынок, он может продолжаться еще, ну, два, а может даже три месяца. Вот я видел такие предсказания, и, в принципе, там они довольно обоснованные. Мы видим, что вот то, что сейчас происходит с нефтяными фьючерами, не фьючерами, я привык говорить фьючерами, Это отражение общего ралли на рынке сырьевых материалов, продовольственных материалов. Есть оживление какое-то, намечается в Китае, есть оживление в Соединенных Штатах. И на этом фоне даже такие сообщения, как перспектива возвращения Ирана в мировую торговлю нефтью, они как-то не воспринимаются очень сильно, или уже были восприняты и включены в ожидания. Вот пока продолжается такое общее ралли, я думаю, что цены могут идти вверх. Я вижу даже, что, ну, аппетит к предсказаниям цены в 100 долларов за баррель на декабрь очень велик. Я вижу прямо ажиотажный спрос на такие вот предсказательные ценные бумаги на будущее. Ну, не знаю, не знаю, потому что все может оказаться немножко не так, как представляется. В том же самом Китае мы видим, что нефть в основном закупалась и закупается для хранения в резервных каких-то нефтебазах, нефтехранилищах. В Соединенных Штатах Америки, несмотря на серьезное оживление спроса на бензин, в частности, я не вижу большого такого движения в сторону оживления экономики. Боюсь, что здесь может быть тоже преувеличение грядущего спроса. Ну, предсказывать вообще ничего, конечно, нельзя, но я бы с большой осторожностью относился вот к нынешнему ажиотажу, к ралли, к бычьему рынку. Ну, по-моему, Морган Стэнли сказала, прогноз дала, что будет 80 долларов в течение, по-моему, второго полугодия, если не ошибаюсь. Ну, если Морган Стэнли можно, то аналитикам поменьше тоже можно бычить, мне кажется. Мы уже не раз ловили, Bank of America тоже дает такие предсказания, которые, я могу их объяснить только тем, что они участвуют в какой-то кратковременной игре, подпихивая фьючерные сделки куда-то, куда им нужно, а на самом деле ничего этого не происходит. Ну, в подобных публикациях, утечках замечены были и Reuters, и Bloomberg, это очень солидные всяческие конторы, которые вдруг начинают что-то неожиданно публиковать, преувеличивая значение события или преуменьшая наоборот, и двигают рынок. А на самом деле мы видим, что, в принципе, все нормально, нефть всем хватает, да, уменьшились запасы, которые были накоплены каким-то образом, уменьшились, серьезно уменьшились. Но нет ни дефицита, ничего, то есть мне трудно себе представить, что будет какой-то вот сейчас дефицит нефти, и начнется ажиотажный спрос на нее, и нехватка, и прочее. Ну, нету предпосылок к такой ситуации. Понятно. А вот эти агентства, они еще живы? Плац, Аргус? Ну, а как же? И Плац, и Аргус, они живы, и очень неплохо себя чувствуют, но тоже в некоторой публикации к ним надо относиться с осторожностью. Хотя вот в оперативном плане они очень много интересного сообщают, и там можно вот по цифрам делать какие-то выводы, экстраполяцию, предсказания. Но к некоторым источникам надо относиться чрезвычайно осторожно. Это, например, Energy Intelligence. Это по нефти они дают, ну, где-то с оглядкой на ОПЕК, и становятся в некотором плане даже рупором ОПЕК. Поэтому, а ОПЕК это известно своими непредсказуемыми, вернее, своими предсказуемыми предсказаниями вот эта контора, ну, нереально у них предсказания. Так же, как у Международного энергетического агентства в Париже. Они каждые три недели меняют какие-то свои прогнозы, и чаще всего попадают пальцем в небо. Крупнейшая компания Саудовской Аравии почему-то понизила поставочные цены для рынков Азии и Европы на июне, почему-то немножко повысила до рынка США. Нет, ну, это уже не первый раз это все делается. Я вижу, сегодня были, кстати, опубликованы эти цифры, и вполне реально. То есть, они смотрят на конкурентов, какие идут цены у конкурентов, и дают либо небольшую скидку, но все равно лучше, чем у конкурентов цена. То есть, это не объясняется какими-то особенностями рынка. Это объясняется вот сравнением этого рынка вот по поглощению нефти конкурентов, чтобы немножко быть лучше, чем там предлагают кто-то другой. В Европе, в Северо-Западной Европе, там идет маленькая такая конкуренция, но с российской нефтью. Там обязательно смотрят, почем покупают российскую нефть, и делают небольшую скидку, чтобы не потерять там позиции, а возможно в будущем, если будут неприятности в России, мгновенно занять российское место. То есть, все это игра очень умная и ориентированная на рынок и на будущий рынок. Да, а вот те панические сообщения, что российские нефтяники в Европе потеряли не то 18% в году рынка нефти, насколько это правда? Ну, это действительно, это больше 20% российской нефти год к году потеряно в дальние зарубежья, как мы сейчас говорим. Несмотря на то, что добыча нефти сократилась там, ну, меньше, чем на 8%, где-то 70% небольшим процентов, а вдруг экспорт в дальние зарубежья сократился почти на 20%. То есть, это означает, что действительно это потеря рынка российскими компаниями. Я не исключаю разные причины. Возможно, здесь, ну, просто игра идет большая у тех, кто с низкой себестоимостью из Персидского залива поставляет какие-то партии нефти, потихонечку вытесняя Россию. А может быть, это уже и ожидание того, что вот много шума идет насчет возможного эмбарго на поставки российской нефти. Возможно, потребители уже стали потихонечку готовиться к такому развитию событий или как бы, ну, хеджировать свои неприятности, ограничивая закупки нефти из России. То есть, благодаря санкциям российская нефть становится немножко токсичной? Ну, слово «благодаря» здесь с точки зрения русской громады не очень смотрится. Но, ну да, да, вот потому что это те, кто покупает российскую нефть, они тоже газеты читают, а жители смотрят телепередачи. Они воспринимают то, что может произойти с Россией. Они читают то, что происходит в Совете Европы, в ПАСЭ, в Еврокомиссии, в Европарламенте. И когда там принимаются резолюции, грозящие карами России, то потребители нефти должны проявлять осторожность. Тема «Газпрома». Как-то, ну, совершенно банальный вопрос. Совершенно банальный вопрос. Успеет ли «Газпром» достроить «Северный поток-2» до того, как Меркель уйдет? Ну, я по-прежнему очень сильно в этом сомневаюсь. Ну, вы посмотрите, они практически прекратили работу. Несколько дней, ну, вывели туда академика Черского. Они проложили 2 километра. За неделю построили 2 километра. И он снова ушел с точки, где продолжалось строительство. Неизвестно почему, но откатился на север, ближе к острову Борнхольм. Он там, к востоку от Борнхольма, сейчас болтается опять на одном месте. Ни погода его не заставила, ничего. Потому что погода нормальная была. Ну, ветер там до 20 узлов. Но нормально, можно продолжать работу. Стоит и ничего не делает вот эта баржа «Фортуна», которая тоже, ну, стоит уже почти неделю, ничего абсолютно не делает. Да, подвозили трубы из порта «Мукран» к этим двум судам, но толку-то какого-то нет. Я не исключаю, что они в ожидании того, как поведет себя регулятор в Германии, поскольку там приостановлено разрешение на работу в германских водах по судебному иску право природоохранной организации, а затем к ней еще одна природоохранная организация присоединилась. Там пока это не ясно. Мало того, к сентябрю успеют или нет, непонятно. Я бы скорее поставил на то, что не успеют до появления нового германского правительства, где, как мне представляется, будут играть значительную роль зеленые и те силы, которые выступают против вот этих политизированных проектов типа «Северного потока-2». А насколько вообще эти поставки важны Германии? Ну, я всегда арифметически, у меня единственный довод. Смотрите, «Северный поток-1» – 55 миллиардов кубометров в год мощность. Белорусско-польская труба – это еще 33 миллиарда. Ну, там 39 даже можно прокачивать. Ну, получается, 80 миллиардов кубометров в год можно в Германию качать. В 2019 году, когда никакого ковида не было, Германия, по данным «Газпрома», купила в России 57 миллиардов кубометров газа. В полтора раза мощность вот этих двух маршрутов, даже исключая украинский маршрут, она уже превышает потребности Германии. Поэтому «Северный поток-2» у него единственная вот эта арифметическая цель – это замена Украины. И вот когда в Германии раздаются голоса, что уж извините, у нас тут будет полный экономический коллапс, энергетическая катастрофа, если мы не достроим «Северный поток-2». Это, конечно, полная туфта. Я вижу, кто там выступает с такими заявлениями. Там есть какой-то депутат парламента, который был комсомольским лидером в Казахстане, а сейчас, значит, подвизается вот на пропутинских позиций в германском эстеблишменте. Но это не соответствует действительности вот эти панические настроения. То есть Германии абсолютно не нужен «Северный поток-2». Но что мы имеем, то имеем. Насчет заседания ОПЕК. Вот в связи с тем, что цены на нефть тогда пошли наверх устойчиво, может ли ОПЕК присмотреть свою позицию, чтобы она стала более мягкой в плане поставок? Ну, пока этого незаметно. То есть вот я слежу за этим. Возбухают слухи вокруг ОПЕК, вокруг намерений ОПЕК каждый раз накануне заседания. Сначала экспертного комитета технического, потом министерского заседания ОПЕК. Но в прошлый раз вообще это ноль. Никаких кругов по воде от этого не разошлось. Никто ничего не менял. Все проходит так и дальше. В следующий раз, когда они соберутся, в начале июня, я думаю, что могут опять возникнуть разговоры о том, что не стоит ли нам немножко увеличить добычу. И сторонники такого найдутся обязательно. Та же Россия, она попросит, наверное, увеличить добычу. То есть здесь есть большой знак вопросительный, сможет ли Россия это сделать. По поводу цен на бензин, который, наверное, всех волнует. Там какие-то постоянно происходят в плане сдерживания манипуляций, чтобы сдерживать цен во время уборки. Что вообще, вы считаете, будет с ценами на бензин в этом году? Нет, ну это как старый анекдот. Вовочка, вот там где-то что-то произошло. Что произойдет? Водка подорожает. Вот я когда-то в Фейсбуке написал, что что получится, если вот подешевеет резко нефть. Я сказал, подорожает водка и подорожает бензин. То есть любое развитие событий в мире, какое они есть, это обязательно связано с подорожанием водки и бензина. Поэтому бензин будет дорожать по-прежнему абсолютно независимо от воли, от заявлений красивых. Там эти заявления красивые уже 20 лет с лишним. Слышим о том, что надо взяться, надо что-то сделать с бензиновыми ценами. Но все это, конечно, ерунда и все это сотрясение воздуха. А на самом деле, да, будет дорожать. Никуда мы от этого не денемся. Да, есть попытки закрыть этот рынок и сделать его регулируемым настолько, что рынка практически не останется. Уже сейчас элементы нерыночных отношений проглядываются вовсю. Если это совсем закроет, то это будет и дефицит будет, и черный рынок будет, и тайный импорт бензина из той же Финляндии будет, и чего только не будет. Вы один из экспертов у меня на канале, который не боится говорить про рубль-доллар. Я постоянно говорю, что рубль очень сильно переоценен, конечно. Его искусственно держат на таких крепких позициях. Но очень долго он вокруг отметки 75 рублей за доллар где-то болтается. Немножко повыше, немножко пониже. Ну, мне каждый день, когда я смотрю на эти графики, мне кажется, что они очень несправедливы. Но это опять личное ощущение, потому что здесь борются две таких тенденции. С одной стороны, надо рубль, конечно, опускать, потому что это выгодно будет нашим экспортерам всем. А на экспорте у нас бюджет держится. А с другой стороны, у нас есть инфляция, у нас есть публика, которая потребляет импортные товары, этих импортных товаров в магазине. Кто мне говорит 65%, я говорю, значительно больше получается. Поэтому там вот из-за дорогого рубля могут возникнуть, то есть из-за движения в противоположную сторону, могут возникнуть, они уже возникают, то есть сильно повышены. Инфляция будет... И поэтому вот где-то там пытаются сбалансировать на одном уровне между этими двумя тенденциями, те, кто регулирует у нас торговлю рублями и долларами. Но не знаю, сколько еще можно продержаться, вот так между двумя стульями сидеть. Тут Володин поговорил по-доброму с бабушкой-пенсионеркой. Может, это все связано с выборами? Может быть, в Госдуму? Я не знаю. Мне как-то совершенно не хочется... Мы живем в королевстве кривых зеркал. То есть то, что право – это лево, то, что хорошо – это плохо, то, что правда – это наоборот вранье. Поэтому говорить о том, что сказал какой-то деятель при власти вот там, ну, как это все? Комментировать-то можно. Я, скорее всего, вот тут придерживаюсь той замечательной истины. Самое меньшее, что может сделать человек порядочный в такой ситуации – это не участвовать в подлости. Последний вопрос. Михаил Иванович, если нефть упадет до 56 долларов или 55 в втором полугодии, это вас удивит или нет? Нет, нисколько не удивит. Она может даже еще больше упасть. На мой взгляд, может, вполне может упасть. Это есть такой сценарий у меня в голове, по крайней мере. Но на российском бюджете это не сильно скажется, поскольку он сводится при цене нефти там меньше 50 долларов за баррель. Это скажется на размере отчислений в Фонд национального благосостояния. И на целях тех, кто собирается использовать каким-то образом этот фонд. Вот больше ни на чем это не скажется. Михаил Иванович, большое спасибо за интересное интервью. А зрителей попрошу проголосовать лайками и ссылочку на канал в Фейсбуке. У вас же какие еще есть, кроме каналов в Фейсбуке, интересные ресурсы? Нет, я только сейчас в Фейсбуке что-то такое публикую. Немножко взял дублировать некоторые посты в Телеграм. Но лень делать вот что-то параллельное. Повторяться, повторяться, повторяться. Пока держусь. Я когда-то ушел из живого журнала, потому что он окончательно, прямо будем говорить, скурвился. Но вот меня пока 8 лет подряд устраивает Фейсбук. Вот ссылочку в описании. Спасибо большое, Михаил Иванович. Спасибо, хорошего дня вам. Вам спасибо. Спасибо.